Лечебный факультет традиционно становится лидером по числу поданных заявлений, ведь он является самым многочисленным в Рязанском государственном медицинском университете. Стоит отметить, что география поступающих очень широкая. Это практически вся территория России, от Калининграда до Дальнего Востока, а также страны СНГ, Европы и Африки. Рязанский мед, во-первых, ближе всего находился, во-вторых, я ездил сюда на день открытых дверей в прошлом году, мне очень понравилось, я увидел очень качественное оборудование, очень современное оборудование, очень открытых людей и в целом очень здесь привлекательно, мне кажется, учиться. Я ездила сюда уже четыре раза и как-то мне очень сильно понравились преподаватели, люди здесь и подумала, что здесь очень атмосферно и интересно. Отзывы все хорошие, я читала и преподавательский состав, он самый сильный, как в Рязани считается, поэтому я решила сюда. Учитель из моего Ступинского медицинского колледжа достаточно хорошо порекомендовал этот университет, вот так. Ну и просто я встречала врачей отсюда, вполне хорошие врачи. Стоит отметить, что в этом году изменений в приемной комиссии немного, они касаются исключительно целевого набора. Если раньше целевые места были выделены для каждого субъекта, для каждой организации, то сейчас правила другие. Есть просто, например, 215 мест. Раньше они делились, например, 30 мест было на Московскую область, 30 мест на Тамбовскую область, 70 мест на Рязанскую область. Сейчас просто единый конкурс, это целевой конкурс на выделенные бюджетные места. Подать документы в Рязанский медицинский университет можно двумя способами. Дистанционно на сайте абитуриент.ру и лично. В этом случае вы уже на месте сможете задать все интересующие вас вопросы. Так, помимо результатов ЕГЭ при поступлении в Рязанский медицинский университет, можно получить дополнительные баллы за личные достижения. Они касаются самых разных сфер. Это и спортивные достижения. Если раньше мы давали только за знак ГТО, золотой знак ГТО, то сейчас мы еще даем баллы дополнительные, если ребята имеют первый или второй спортивные разряды, кандидатов в мастера спорта, мастера спорта. Все это индивидуальные достижения. Волонтерская деятельность у нас традиционно. Мы начисляем баллы за этот вид деятельности. Также олимпиады, муниципальные олимпиады, региональные олимпиады, олимпиады школьников различных уровней в нашем ВУЗе учитываются. Также дополнительные баллы дает аттестат с отличием. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте вузы.ру.ру. На сегодняшний день в медицинский университет подано уже более 5,5 тысяч заявлений. Специалисты отмечают, что бояться конкурса не стоит, ведь абитуриент может подать документы в 5 ВУЗов и в каждом из них указать 3 специальности. Поэтому к моменту зачисления, проходной балл и конкурс на место изменятся. В то же время, если сразу не удастся поступить на бюджетное место, то расстраиваться тоже не стоит. У нас есть возможность поступать на вне бюджета, на основу обучения. Здесь проходной балл будет гораздо ниже. Но при хорошей учебе, а это две сессии, то есть зимняя и летняя сессия, без троек учиться, и перевод на бюджет при наличии вакантных бюджетных мест, он в общем-то производится. Это стандартная практика. Зачисление абитуриентов в РСГМУ проходит в несколько этапов. 29 июля появляются списки зачисленных по целевой и особой квотам. 3 и 8 августа пройдут две волны зачисления на бюджетные места. К этому времени в ВУЗ нужно принести оригиналы документов. Последняя волна зачислений на внебюджетную основу пройдет 10 августа.